18 августа 1973 года самолет Ан-24Б предприятия Аэрофлот выполнял пассажирский рейс 13 из Баку в Актау и обратно в Баку. На борту самолета находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. Друзья, поддержите наш канал, подписавшись на него, а также становитесь спонсорами и получите крутые бонусы. Все детали в описании под видео. С самолетом пилотировал опытный экипаж, состоящий из командира Николая Панченко, второго пилота Валентина Конокотина и бортмеханика Анатолия Жарова. В салоне работала стюардесса Тамара Казимагомедова. В этот день экипаж уже совершил рейс по маршруту Баку-Махачкала-Саратов-Махачкала-Баку. Теперь же ему предстояло совершить рейс Баку-Актау-Баку. В 18 часов 36 минут, уже в темное время суток, самолет Ан-24 вылетел из Бакинского аэропорта. Взлетный вес самолета составлял 21 193 килограмма, что составляло на 193 килограмма выше допустимого, то есть самолет был перегружен. Небо в это время было ясным, видимость 10 километров, ветер северный 10 метров в секунду, температура воздуха 25 градусов по Цельсию. Спустя 5 секунд после взлета, когда самолет на скорости 220 километров в час поднялся до высоты 10 метров, неожиданно отказал левый двигатель и автоматически произошло флюгирование левого винта. Через 29 секунд, когда самолет на приборной скорости 230 километров в час достиг высоты 30 метров, экипаж начал убирать закрылки, а через 40 секунд с момента отрыва от взлетно-посадочной полосы, пилоты начали выполнять левый разворот, при этом увеличив скольжение за счет уменьшения первоначального отклонения руля направления. Отклонение элеронов при этом не менялось. Таким образом, далее Ан-24 летел при переменных углах скольжения, сохраняя высоту 100 метров. В процессе разворота самолет на скорости 200 километров в час долетел до местности, которая возвышалась относительно аэропорта вылета на 90 метров. Находясь теперь на низкой высоте относительно земли, самолет, летя в темноте по курсу 105 градусов, зацепил левой плоскостью крыла трос-растяжку нефтяной вышки на высоте 15 метров от основания. От удара часть крыла оторвала, а самолет начал снижаться под углом 5 градусов и с левым креном. На расстоянии 161 метра от места первого удара самолет левой плоскостью врезался в трубопровод, а еще через 20 метров этой же плоскостью зацепил землю и пропахал борозду длиной 19 метров. После чего врезался в другой трубопровод. Промчавшись по земле еще 10 метров, фюзеляж ударился о земляной бруствер ямы для нефтеотходов. От удара Ан-24 подлетел вверх, но через 28 метров кабиной и левым винтом врезался в нефтяную вышку, которую повалил. Самолет пролетел по курсу 340 градусов, 65 метров, перевернулся и, оборвав провода, рухнул возле шоссе к аэропорту, полностью разрушился и загорелся. Самолет упал в 18 часов 51 минуту в 4 километрах 300 метрах от торца взлетно-посадочной полосы по азимуту 220 градусов. От места первого удара он пролетел 300 метров. В это время по шоссе ехал рейсовый автобус, который остановился возле места катастрофы. Его пассажиры первыми оказались на месте катастрофы, став помогать выжившим. Всего же в катастрофе выжили два члена экипажа, командиры бортмеханик и шесть пассажиров. Остальные 56 человек, второй пилот, стюардесса и 54 пассажира погибли. Расследованием причин катастрофы самолета Ан-24Б рейса 13 занялось Министерство гражданской авиации СССР. Согласно отчету следователей, катастрофа произошла по причине отказа левого двигателя через 5 секунд после отрыва и выполнение экипажем левого разворота на высоте ниже безопасной в сторону возвышающейся местности с наличием препятствий, а именно нефтяных вышек. В сложившейся аварийной обстановке выполнение набора безопасной высоты по прямой с магнитным курсом взлета выводило самолет в открытое море в ночных условиях, чего экипаж пытался избежать. Также возникновению критической ситуации способствовало превышение взлетного веса самолета, что по мнению экспертов повлияло на возможность набора высоты самолетом при условии полета с одним работающим двигателем. Причиной отказа левого двигателя является разрушение турбины из-за обрыва рабочих лопаток первой ступени вследствие снижения механических свойств металла ввиду ранее имевшего место их перегрева. Однозначно истинную причину перегрева лопаток турбины и период, когда он произошел, установить не удалось. Наиболее вероятными причинами перегрева могут быть нарушения нормального процесса запуска двигателя из-за неисправностей системы запуска или аэродромных источников электроэнергии, неправильные действия запускающего двигатель в условиях отказа системы регулирования. Данным причинам способствовало наличие конструктивных недостатков в системе запуска и предельной регулировки температуры газов, включая отсутствие автоматического устройства, выключающего двигатель в процессе запуска при забросе температуры газов выше допустимого. Перегрев лопаток турбины своевременно не мог быть обнаружен, так как методы контроля, существующие в тот период и отсутствие в конструкции указателя, свидетельствующего после остановки двигателя, а превышение максимально допустимой температуры газов при запуске и работе двигателя не позволили выявить возникший перегрев. Смотрите также, 21 ноября 1989 года самолет Ан-24Б предприятия Аэрофлот выполнял заказной рейс 37-577 из Перми в Советский, в ходе которого перевозилась вахта нефтянника. На борту самолета находилось 5 членов экипажа и 35 пассажиров, но при заходе на посадку в сложных метеоусловиях из-за многочисленных ошибок экипажа самолет столкнулся с землей и полностью разрушился.